Добрый день, дорогие друзья! С вами канал Одна Австралия и я Александр Петров. Речь сейчас пойдет об обучении в Австралии. Это неудивительно, потому что этот канал вообще об обучении в Австралии, но о том, какие учебные заведения выбирать и что следует за вашим обучением. Ведь вы же учитесь для какой-то цели, и это совсем даже не очевидно, какая ставится цель или какую цель надо ставить перед собой. Если вы говорите об эмиграции, давайте шу-шу-шу-шу не говорить об этом. Но, извините меня, если речь идет только об эмиграции в Австралию, если вы думаете, что этот синий, такой завлекательный паспорт дает вам все в этой стране, но почему же те люди, которые заключают фиктивные браки, те люди, которые остаются здесь как беженцы, те люди, которые садятся порою на шею государству, свесив ножки, почему же они так и не смогли преуспеть в этой стране. Они-то здесь появились, они думали, что это все так просто, что получил вид на жительство и началась манна небесная. Но дело в том, что у этой маны семеро с ложками, и в общем-то люди начинают мерить себя по шаблону, по примеру тех людей, которые уже здесь, и они проигрывают, и проигрывают они, пожалуй, навсегда. Безусловно, надо готовиться у себя дома. Ну, скажем так, в России, в Украине, Беларуси, в Казахстане и так далее и тому подобное, но этого недостаточно. Это является вашей стартовой площадкой. Нужно учить английский? Да, английский надо учить. И я сомневаюсь, что вы сможете достичь уровня, когда вы сдадите на все восьмерки академический IELTS. Что-то меня огложит сомнения. Таких людей, я видел, может быть, пару человек за всю свою жизнь, которые сдали академический модуль IELTS на все восьмерки. Но только в этом случае вы можете при втечении еще многих благоприятных обстоятельств претендовать на то, чтобы получить профессиональную иммиграцию. Вы столько денег вложите, столько сил и времени, что вы постареете и станете финансово несостоятельным человеком. Но сможете ли вы добиться этой ситуации, когда вы сможете просто въехать и вас будут брать с распростертыми руками? Этого не будет. Потому что, каким бы вы специалистом в России не были, вы не подходите под Австралию. Есть исключения. И все-таки, даже в таких отраслях, как инжиниринг и информационные технологии, очень большие проблемы для тех, кто приезжает сюда как специалисты. Про каких-то там бухгалтеров, аудиторов, преподавателей, многие другие специальности. Я даже не буду говорить. Это целая эпопея, это целая трагичная история тех людей, которые все-таки подтвердились как медицинские специалисты. Достаточно сложно было подтверждение архитекторов для целей эмиграции. Поэтому можно сказать, что на данный момент, я не говорю, что так было всегда и даже уверен, что не всегда так будет. Хотя, может быть, это будет достаточно долго. Прямой эмиграции из России, Украины, Беларуси в Австралию, практически я лично не вижу. Вот с тем ужесточением эмиграционной обстановки для профессиональных эмигрантов. Но так ли уж важно получать образование в самих престижных университет. Понимаете, существует целая система людей, которые имеют доступ к средствам массовой информации, к средствам обработки вашего мышления, которые будут вам говорить, что да, супер дорогие, супер престижные учебные заведения помогут вам, ну все понимают, держа фигу в кармане, эмигрировать в Австралию. Вот это как раз вам открывает. Нет, это не совсем так. Почему? Учебные заведения. Но какой же дурак будет говорить, что у него завышенные цены? Вкладываются огромные деньги в маркетинговую силу. Эти люди летают какими-то бизнес первыми классами самолетов. Они тратят бездумно огромное количество на раздачу каких-то буклетов, каких-то USB и прочее, 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 прочее. Только для того, чтобы получить несколько студентов. Но эти студенты как раз заплатят за все это. И очень большие деньги. Существует система агентов. И агенты в России, и агенты, которые здесь находятся, естественно, они хотят получить побольше денег. Соответственно, чем более дорогое учебное заведение, тем больше и слаще сливки снимутся с него. И не надо этих людей в чем-то обвинять. Минотавр не виноват, что Минотавр. Просто Минотавру очень хочется кушать. Опять-таки, государство австралийское естественно, потому что оно хочет получать налоги. Короче говоря, нам нужны богатые буратино, которые будут ехать в супер богатое учебное заведение, чтобы дальше, чтобы расстаться со своими деньгами. Вам будут большие требования, вообще будет подогонная система, вы не можете подрабатывать. И это не потому, что вам хотят дать отличные знания. Они, эти люди, которые вам навязывают эти программы, они хотят, чтобы вы не работали, чтобы максимум из своих стран откачали денег. И соответственно, чтобы вы были тем каналом, который высасывает соки из других стран. Ничего там страшного нет. Просто надо понимать, что Австралия борется хорошими, может быть нехорошими, не очень этичными методами за то, чтобы заработать на вас деньги. Окей, проехали. Дальше. Если вы выбираете учебное заведение, вам надо выбирать это в полном комплексе. Я уже давным-давно понял, что необходимо не улучшать работу учебного заведения, не улучшать, может быть, имидж учебного заведения. Я понял, что надо работать со студентами, с людьми. Вы можете учиться, можете не учиться. Это зависит только от вас. Но как специалист вы получитесь, если вы будете учиться. Заинтересовать менеджмент и преподаватель, чтобы вот именно вас, желающих учиться, учили, это не большая проблема. Это сделано во всех учебных заведениях, с которыми я и, наверное, не только я, работаем. Но это единицы. В основном это, к сожалению, не так. Что вам надо? Вам надо получить гарантированную визу. Для этого мы ведем академические исследования, для этого мы публикуемся, для этого мы показываем, что вы в действительности. Мы обещаем, что вы в действительности будете учиться. И искренне этого хотим. Мы не хотим разводить каких-то полу грамотных дебилов, которые делают это все для корочки. Доделались до корочки. Дальше? Куда дальше? Эти люди, ничего не добившись, уезжают из страны. Только хорошее обучение дает хорошую работу, хорошее будущее, хорошие деньги и, соответственно, оставляют в этой стране. Если есть деньги, любой человек останется. Это истина, которую, в принципе, никто даже и не оспаривает. Я думаю, что надо создавать все возможности для того, чтобы люди работали белыми воротничками, работали красиво. Я тоже повторяю, повторяю, буду с любым спорить с человеком, который говорит нет. Да. Мы должны работать на красивых, высокооплачиваемых работах. Работах интересных, на которые хочется идти рано-рано с утра и работать, работать, работать. Работать не только из-за денег, потому что это интересно. Работы близкие нам. Работы, которые нам по душе. Но скажем так, любая работа белым воротничком, она, конечно, лучше, чем грубый, тяжелый физический труд. И даже, может быть, труд рабочих высокой квалификации, но все-таки рабочих, потому что все-таки хочется работать головой, все-таки хочется работать так, чтобы это было приятно, чтобы ты видел, что ты изменяешь мир, чтобы ты видел результат своих усилий и чтобы ты наполнялся гордостью за то, что ты делаешь. Очень сложно наполняться гордостью от осознания, что ты построил какое-то количество заборов, каких-то проложил стен и так далее, и так далее. Я думаю, что те люди, которые, в принципе, построили какие-то, я не знаю, проектировали обалденные какие-то здания, да, но это не строители, это люди, которые самые-самые, или это менеджеры, это те же самые белые воротнички, которые это делали вашими руками, но это, фактически, это их слава, но это не ваша слава. Не, вы можете гордиться, что вы замешали кучу бетона для вот этого красивого здания, но реально, ребята, все с этим понятно. И сколько бы мне не говорили, что трейдис могут зарабатывать много, да, я знаю таких трейдис, я знаю, сколько они зарабатывают, я вам скажу, это все в прошлом, и несмотря на то, что бум строительный еще не стал катастрофически падать, но уже видно, что не заработаете вы синими воротничками, только белыми. Именно если мы создадим хорошие условия для вас до того, как вы приедете, если мы создадим условия, и вы в первую очередь позаботитесь о своем английском, о своей квалификации, вы будете публиковаться, может быть, вы будете эффективно учиться, пользуясь электронными библиотеками, пользуясь советом преподавателей в какой-то внеучебной обстановке. Создание вот таких клубов по интересам, куда включены вот эти вот и alumni, то есть бывшие студенты, и академики, и менеджеры. То есть вот эта вот группа, когда будет создана, вы будете очень хорошо профессионально расти, а дальше, дальше вопрос только времени и вашего желания, останетесь вы здесь или нет. И по-любому, как бы вы здесь не остались, по-любому вы будете гордиться своим положением, гордиться своей работой. Вот так должна организовываться работа образовательного агента. Поэтому очень много людей приходило на этот рынок, очень много людей пыталось просто торговать вами, дорогие зрители, для того, чтобы зарабатывать на вас комиссионные. Но образовательный агент на самом деле должен быть в первую очередь не образовательным агентом, а человеком, который создает те условия, которые никто не может создать кроме него. И должно быть соревнование именно не между тем, какую образовательную контору ты представляешь, а создавать условия для своих студентов. То есть гордиться, а сколько людей ты устроил, допустим, бухгалтерами, сколько людей ты устроил в отрасли, с помощью своих бывших студентов, нынешних студентов, друзей и так далее, и так далее. Но сколько ты людей устроил преподавателями, сколько людей, в принципе, живут и работают, и четко себя хорошо в этой строении. Только в этом случае этот человек может гордиться результатами своего труда. Количество студентов, которые сюда приехали, это может быть успех учебного заведения, но это не должен быть успех образовательного агента. Поэтому, когда мне ребята предлагают работать с крупным университетом, хорошо, я буду работать с университетом, допустим, с технологическим университетом, с которым, наверное, мне не сложно было бы все-таки пробить отношения. Я много знаю людей там, я делал два дегрита, в конце концов, UTS мне не чужой, и я много что знаю о UTS. Но! Это значит, вы будете за два года платить, ну, может быть, 70 тысяч. Это, как минимум, по два года магистратуры. Это абсолютно никакого влияния на вашу жизнь я иметь не буду, и, соответственно, у нас будет мало времени для того, чтобы вас трудоустроить. У вас будет очень много ограничений. И по выходу, а по выходу я вас уверяю, те выставки Career Fea, которые происходят в том же самом UTS, это в основном ярмарки для выпускников, которые являются местными студентами. Вы не особенно нужны этой стране. Нужны ваши деньги. Ладно, если очень-очень-очень постараетесь, очень-очень-очень адаптируетесь к условиям, очень много потратите сил, времени, денег и так далее, и так далее, тогда вас оставят. Но заботиться о вас не будет никто. Но, может быть, дай бог, когда вы станете первым президентом или станете гражданином, может быть, и то нам нужно за свое счастье бороться самим. И, соответственно, я еще раз должен повторить, только вы сами можете построить свое будущее, и учебное заведение и образование в Австралии, это только в малой части зависит от учебных заведений. В огромной степени это зависит от вас самих, от того, как организована ваша учеба. Если хотите, кстати, и от деятельности образовательного агента, но в первую очередь не как образовательного агента, потому что сам образовательный агент, наверное, вам даже и не нужен. А нужны люди, которые, может быть, будучи образовательными агентами, а может быть, какими-то членами, да хоть и религиозной вашей общины, которые смогут сделать вашу жизнь в этой стране и организовать жизнь других людей, которые рядом находятся с вами. И тогда все получится. Вот как надо делать образование в Австралии. А все остальное это мусор. Все остальное это та ерунда, которая забивает вам голову и в итоге приводит вас к неправильным решениям, к огромным тратам времени, сил, нервов, денег и часто к фиаско. Большое спасибо.